Гонки не будет. 31 мая 2019, 20.55. Андрей Рудалев. Публицист, писатель, литературный критик. Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о приостановке действия договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, ДРСМД. Надо сказать, что это не одностороннее решение России, а реакция на действия второй стороны. Теперь Государственная Дума должна поддержать президента. И вот почему. Также по теме. Вынуждены реагировать. Путин внес в Госдуму законопроект о приостановке ДРСМД. Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о приостановке действия ДРСМД. В марте глава государства подписал. Вообще-то, мы прекрасно осведомлены, как американцы относятся ко всем договоренностям, а не над всем этим, и все обязательства выполняются только до тех пор, пока они выгодны. Все договоренности виртуальны, как прогулки по Луне. Американцы, абсолютные хозяева своего слова, сами дали, сами забрали. Штаты давно нарезали круги вокруг этого договора, чтобы с наименьшими репутационными потерями выйти из него, ведь де-факто нарушается он последние 20 лет. Еще с 1999 года Россия поднимается вопрос об использовании американской стороной ракет-мишеней, аналогичных по характеристикам баллистическим ракетам средней дальности и меньшей дальности. Они позволяют отрабатывать технологии, запрещенные договором. Затем вопросы стали возникать и к американским ударным беспилотникам, которые можно принять за закамуфлированную крылатую ракету. Последние годы в Европе ударными темпами устанавливаются противоракетные комплексы EGS-SHO с универсальными пусковыми установками, позволяющими применять крылатые томогавки. То есть формальности вроде бы соблюдались, но в реальности все технологии нарабатывались, и производство подпадающих под ДРСМД вооружений давно уже шло под прикрытием. ДРСМД связывал руки американцам и в плане легитимизации своих наработок, которые пора уже вводить из тени, а также в качестве инструмента политического управления Европой. Нагнали на старый свет жуте, погрузили в антироссийскую истерию, заставив дрожать от каждой новости из Москвы, теперь следует успокоительную пилюлю вручить в виде чистокола ракет. Но как ее вручить, когда договор мешает? Поэтому в феврале президент Трамп заявил о запуске процедуры выхода из ДРСМД, и, как водится у штатов, во всем обвинили Россию, навесив на нее ничем не обоснованные и не подкрепленные доказательствами обвинения. При этом российская ракета 9М729, которая якобы стала камнем преткновения, была даже показана на специальном брифинге, проведенном в январе текущего года, но штаты демонстративно не заинтересовались этим мероприятием. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя журналистам внесенный законопроект, отметил, что он предусматривает приостановление действия ДРСМД и дает возможность президенту восстановить его работу в том случае, если США изменит свою позицию, то есть мосты никто не сжигает. Пока же действия американской стороны он назвал неразумными, более того, ставящими мир на порог новой гонки вооружений и новых вызовов. Надо напомнить, что ДРСМД был подписан в Вашингтоне 8 декабря 1987 года. Это была совершенно иная эпоха, другая страна, другая атмосфера, весь мир был иной. В этот год СССР отмечал 70-летие Октябрьской революции. Параллельно в стране заклинали, что никакой альтернативы перестроечному курсу нет, что перестройке надо придать ускорение. Иного пути нет. В этот год генсек Михаил Горбачев написал свой катехизис, книгу «Перестройка и новое мышление». Госдума рассмотрит проект о приостановке ДРСМД в приоритетном порядке. Госдума рассмотрит проект о приостановлении России и действия договора РСМД в приоритетном порядке. Об этом заявил спикер Нижней Палаты. По мнению Горбачева, именно пережитки старого мышления препятствовали налаживанию сотрудничества между странами. Главный же пережиток – восприятие войны как продолжение политики иными средствами. Рассуждал он и в духе классического утописта о том, что новое мышление должно привести к ненасильственному миру. Смешно, да? Тогда руководство СССР решило стать законодателем мировой моды на разоружение. Страна буквально впала в раж и грезила тем, что достаточно стряхнуть с себя все оружие, так сразу и ворота в мир благоденствия распахнутся. Советский Союз был охвачен перестроечным миссионизмом. Перестройка будто бы спасала не только страну, но и весь мир. Наша перестройка спасает мир. Это безусловно, писал в те годы писатель Олесь Адамович. Поэтому все договорные и разоруженческие инициативы, помимо конкретного прикладного значения, в первую очередь работали на сверхидею к 2000 году избавить планету от войн. Это тоже цитата из Адамовича. Подобную цель он воспринимал вполне достижимой. В реальности же этот наивный пацифизм уже тогда работал на установление однополярного мира, который погрузил планету в череду локальных конфликтов и войн. Мало того, в этом новом мироустройстве войну даже стали называть гуманитарными реакциями. Помните про гуманитарные бомбардировки. Сейчас же эта политика наивного утопизма и взгляд на мир через розовые очки общечеловечества привели к тому, что угрозы глобального конфликта не просто вернулись, но многократно возросли. Все дело в том, что мир уже несколько десятилетий прожил без ощущения паритета. Россию все принуждали к разоружению, стреножили ее новыми обязательствами и старыми договорами, которые все больше напоминали игру в одни ворота. Все для архитектуры нового мироустройства. У нас и до сих пор многие испытывают комплексы по поводу наличия вооружений, будто бы стыдно это, дурной тон. В те давние перестроечные годы все мечтали, верили несбыточному. Казалось, только сделай шаг, как попадешь в райские кущи мира без войн и без всего плохого. Поэтому тогда они очень прислушивались, например, к Александру Проханову, который в своей статье «Оборонное сознание и новое мышление» писал, что именно армия и военная техника спасут мир и человечество. Тот самый паритет. Но кто его и схожие голоса в те годы слушал, когда генсек общался напрямую с общечеловечеством, видные публицисты и писатели грезили скорым наступлением эпохи без войн, а армию воспринимали тяжким наследием Старого Ветхого Мира. Но при этом надо отдать должное, что в эпоху, когда заключался ДРСМД, именно у СССР была инициатива в деле разоружения и мирных начинаниях. Так и сейчас Россия, как правоприемница той страны, лишь зеркально реагирует на все усилия штатов развязать новую гонку вооружений. Наша страна до последнего держится за все мирные инициативы и договоры, даже в ситуации, когда ей подобное невыгодно. Наверное, это генетическая предрасположенность к миру, ориентированность на него и ответственность за него. Срежиссированная атака. Россия отвергла обвинение США в возможном нарушении моратория на ядерные испытания. Россия соблюдает договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, ДВЗАИ, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. Он также, по сути, и законопроекта при остановке действия ДРСМД, мирная инициатива, через него Россия обращается к странам, в первую очередь европейским, как будущему плацдарму американского ракетного чистокола, о необходимости поддержания мира. Об этом, кстати, сказал и спикер Володин, который в своем комментарии критиковал подходы по формированию однополярного мира и отметил, хочется, чтобы европейские страны и США понимали, что в основе должен лежать диалог и желание как раз поддержать мир на планете. Здесь должны быть конкретные действия. Этим законопроектом наша страна перехватывает инициативу. Во время заключения договора она состояла в разоружении, сейчас в демонстрации воли и позиции, которая заключается в том, что ответственность за мир лежит на всех, и это не сфера ответственности одного мирового жандарма, действующего по принципу как хочу, так и врачу. Эту ответственность понимают все ветви российской власти, и в этом деле президенты и Госдума работают как единый механизм, постоянно отмечая, что ни в каких гонках вооружений наша страна не участвует, а будет заботиться о собственной безопасности. Россия демонстрирует совершенно новые и универсальные подходы. Штаты же, судя по всему, погрязли в старой логике, старом мышлении и пребывают в мировоззренческом застое. Видимо, однополярные годы так сильно расслабили. Пора им обратиться к Горбачевскому катехизису. Может, что важное для себя поймут и перестроятся. Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции.